Путешествие без туроператоров пятизвездочных отелей и дорогих перелетов. Увидеть мир можно и не имея в кармане огромных денег. Так что же такое бюджетный туризм? Об этом мы поговорим с путешественником со стажем Ириной Лусько. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы организуете бесплатные мастер-классы для тех, кто мечтает увидеть мир не только из автобуса туристического, но и, так скажем, воочию страну, так как она есть. Почему вы стали пропагандировать такой вид путешествий? Потому что при таком виде путешествий ты действительно погружаешься в местную среду, узнаешь, чем отличаются там люди, чем отличается жизнь и приобретаешь гораздо больше знаний. Основные достопримечательности мы все видим в картинках, в интернете, по телевизору. И у меня, например, есть ощущение, что я была в Таиланде, хотя я там никогда не была. И мне кажется, когда ты путешествуешь самостоятельно, гораздо больше впечатлений и новых знаний ты приобретаешь. Почему я провожу мастер-классы про это? Я никого не заставляю, не пропагандирую. Я просто объясняю людям, что есть такая возможность путешествовать так, что этого не нужно бояться, и они уже могут этой возможностью воспользоваться. Вы всегда путешествовали самостоятельно или все-таки, как и большинство из нас, пользовались туроператорами, их услугами? Конечно, пользовалась туроператорами. Просто я во втором уже путешествии стала ездить на экскурсии самостоятельно, потому что это дешевле и зачастую интереснее. И зачастую, когда куда-то отправляешься в далекую страну, я сравниваю цены на перелет проживания и цены на пакетные туры, так как в пакетных турах очень дешевый перелет, бывает, что выгоднее взять пакетный тур. Но при этом можно там самостоятельно передвигаться, не всегда жить в отеле. Я не пропагандирую, что ни в коем случае не ездите пакетными турами. Нет, почему? Это очень удобная и выгодная возможность. Но есть и другие возможности. О вашем понимании, идеальное путешествие, какое оно? Любое. Я считаю, что важно не иметь каких-то ожиданий. Чем больше ты ожидаешь, тем больше у тебя вероятность разочароваться. Важно быть открытым новым впечатлением, каким-то новым событием, и тогда ты будешь получать удовольствие от путешествий. Расскажите, с чего началось ваше увлечение самостоятельными путешествиями? Какая была ваша первая страна? Первая страна, в которую я поехала полностью не туром, была Новая Зеландия. Это было, конечно, замечательно. Это была моя мечта посетить эту страну. И там как раз и загорелась я самостоятельными путешествиями, потому что там я поняла, что не только места, природа, дома интересные, прежде всего интересные люди. И стала стараться больше путешествовать самостоятельно, чтобы больше общаться с людьми, больше встречаться. Где-то это было сложнее, сталкиваешься с проблемами. Но вот именно с этого началось мое такое увлечение, именно самостоятельными путешествиями. А как часто у вас получается путешествовать? Ну, допустим, сколько поездок в год бывает? И финансы такой главный вопрос. То есть откуда они берутся для того, чтобы так много путешествовать, как вы? Я путешествую не меньше трех раз в год. Раньше у меня была хорошая работа, и я могла себе позволить где-то в хороший пакетный тур съездить. Сейчас, так как я не работаю, живу на инвестиции с тех самых пор, мне приходится сильно экономить во время путешествий. Я не живу в отелях, но продолжаю также не менее трех раз в год куда-то выезжать. Последний год у меня так получилось, что я больше нахожусь в путешествии, чем дома. А какая у вас была самая дешевая по бюджету поездка? Как ни удивительно, США. Потому что это была долгая поездка, то есть билеты, когда ты уезжаешь надолго, они получаются не такими дорогими. И у меня не было выбора особого бюджета, у меня был свой ограниченный бюджет. Я озвучу 40 тысяч рублей в месяц, это для такой страны очень мало, но я в него вписалась. То есть при желании все возможно? Да. Вы считаете себя профессиональным путешественником или пока что все-таки турист-любитель? Все-таки профессиональным уже считаю. А как отличить профессионального туриста от любителя? Любитель, он, наверное, боится как раз остаться без поддержки туроператоров, гидов. Профессионал, он уже умеет на месте ориентироваться, где тут как дешевле. Куда-то сходить, какой-то транспорт найти, питание и так далее. Я зачастую приезжаю в какое-то место, совершенно не готовлюсь. Я не знаю, что я там буду делать, что смотреть, каким образом буду перемещаться. И на месте все это очень быстро решаю. Вы путешествуете одна чаще всего или в компании единомышленников? И если эти единомышленники есть, то как вы их находите? Чаще я путешествую одна, потому что так легче в плане мобильности. То есть если какие-то планы меняются, что-то неожиданное встречается, где-то тебе хочется остаться дольше, где-то тебе не нравится. В этом плане легче одной. И еще одной путешествовать большой плюс. Ты так вынужден общаться с людьми. Я начала путешествовать, когда одна. Я хотела увеличивать, поднимать свой уровень английского. И поэтому путешествовала одна. Ну и в принципе мне нравится. Иногда я путешествую с друзьями. Вот мы в этом году в мае ездили вчетвером. Мы скоро той же компанией едем. Это просто старые друзья-знакомые, с которыми удалось нам относительно без проблем построить некий план путешествий и того, как мы проводим дни. Ну, я рекомендую тем, кто планирует путешествовать с кем-то с друзьями, подумать. Потому что бывает, что у людей не совпадают ритмы, не совпадают какие-то желания. Элементарно кто-то утром просыпается, умывается и готов куда-то бежать. А кому-то нужно раскачаться полчаса, полчаса помыть голову, полчаса накраситься. Это все за дня в день доставляет дискомфорт. Некоторые люди, друзья после путешествия могут поругаться и не общаться. Поэтому надо очень хорошо думать, с кем ты едешь. А к чему должен быть готов человек, который собирается в самостоятельное путешествие? Тем более девушка одна. Есть же определенные риски. Вот как с этим справляться и к чему быть готовым? Ну, надо быть готовым к тому, что сорвется проживание, билеты. Но нужно понимать, что пакетный тур тоже ничего вам не гарантирует. Наверное, все слышали эти истории, когда люди оказались без обратных билетов. То есть в любом случае, неважно, как ты едешь, у тебя должен быть запас денег на такой случай. Или какой-то запасной план. Может быть, в этом городе, в этой стране есть какие-то друзья, знакомые, которым в случае накладки ты можешь поехать пожить. То есть нужно быть готовым к именно таким форс-мажорам, когда что-то срывается. А у вас случались такие форс-мажорные ситуации? Конечно. Самая неприятная ситуация у меня была, когда перед Днем Благодарения в США, когда все путешествуют, это очень семейный праздник, обязательно все едут к семье. И мне человек, которого я планировала жить, отказал, сказал, что у меня поменялись планы. И мне пришлось срочно искать, где жить, чтобы было сложно, так как все куда-то едут. И я не нашла это в том городе, где я находилась. Мне пришлось ехать в другой город за довольно дорогие билеты. И вот таким образом ситуация решилась еще раз. У меня была проблема, что я в Лос-Анджелесе заселилась к молодому человеку. И там начались такие нехорошие разговоры, какие-то поползновения в мою сторону. Мне пришлось просто уйти от него тихонько, когда он этого не видит. Там помогло мне то, что я перед поездкой общалась с другими людьми. И просто другой человек, узнав, что у меня проблема, он приехал на машине, меня забрал, и я у него остановилась. То есть надо быть готовым ко всему отправлять в такие далекие путешествия? В любом случае, неважно, даже если у тебя пакетный тур, надо быть готовым к тому, что тебя не заселят в твой отель, у тебя отменят твой рейс. То есть если нет запаса денег, хотя бы должен быть какой-то родственник-друг, который может очень срочно 20 тысяч рублировать себе на карту. А как вы считаете, почему многие вроде как хотят путешествовать самостоятельно, но тем не менее этого не делают? Ну, люди боятся. Во-первых, боятся, когда ты едешь готовым туром, есть ощущение, что всё решено, и всё кем-то контролируется, и накладки бывают редко. Ну, и ещё есть такой момент, что люди, когда едут отдыхать, они не хотят ничем таким заниматься, то есть на ходу искать, где пожить, где поесть. Это, конечно, тоже работа. Не все на это готовы. А какое путешествие вам запомнилось больше всего? В Новой Зеландии и США. Почему? Много интересных разных мест, интересной природы и очень необычные события, необычные люди. А внутри США вы тоже путешествовали по разным городам? Да, я посетила разные штаты, восточное, западное побережье, юг, Техас. Когда вы путешествуете, у вас никогда не возникало мысли остаться где-то, где вам наиболее понравилось? Я, в принципе, в каждой стране, в которой я бываю, я так примеряю на себя, хотела бы я здесь жить или нет. В принципе, мало таких мест, где бы я так, нет, я тут не хочу жить. В основном, много, мне кажется, тут бы, наверное, было хорошо жить. А вообще, в принципе, когда путешествуете, сталкиваетесь с разностью менталитетов? И вот где наиболее сложно вам было найти коннект с местным населением? Конечно же, сталкиваюсь. Наверное, коннект было сложно найти в тех странах, где люди вообще не говорят по-английски и не очень-то хотят коммуницировать. Это, пожалуй, был Китай, Хайнань. То есть у них уровень английского максимум хай. И иногда, когда пытались общаться с местными, было сложновато. Но в целом, в основном, очень всё легко и просто. Люди открытые. Например, в Новой Зеландии меня поразило, что если ты на улице, в магазине ещё где-то подходишь к человеку и просишь помощи, тебе, как правило, не откажут. Потому что у нас в стране мы как-то боимся. У нас, наверное, много разных бывает проблемных ситуаций. Там я попадала в такие ситуации, что мне негде жить. И просто чужие люди мне помогали. В Италии меня очень удивило, что если ты едешь в электричке, сидят итальянцы, другие заходят, они здороваются, общаются с совершенно незнакомыми. Незнакомые, да? Да. Потом ходят, говорят до свидания и идут дальше. Со мной там постоянно кто-то заговаривал на языке. Мне пришлось выучить по-итальянски фразу, что я не говорю по-итальянски. В США многих, особенно девушек, удивляет, что постоянно на улице подходят к тебе люди, разного возраста, разного пола, общаются с тобой и уходят. Никто не берет телефон с тобой, знакомят. А что хотят? Просто побеседовать? Так называемый в английском small talk. То есть девушки вначале все удивляются, что парень подошел, пообщался, а телефончик не взял. Они просто хотят побеседовать. Там это очень принято. Когда вы приезжаете в страну, вот что вы делаете в первую очередь? То есть вы планируете путешествия, либо вы планируете с кем-то пообщаться, встретиться, либо же, возможно, найти какую-то подработку. То есть вот что вы делаете, приезжая в страну? В первую очередь скажу про подработку. Я, кроме одной страны, везде была по туристической визе. И работать, конечно, по туристической визе запрещено. Я общалась с очень разными людьми, с мигрантами. Например, в Европе, в США мне рассказывали, где можно работать нелегально, где не стоит, где это быстро тебя поймают. Но в целом надо понимать, что это большая опасность. Вас депортируют, и потом очень долго не въедете в страну. Что я делаю, когда приезжаю? Я зачастую приезжаю без конкретного плана, на ходу, думая, куда я поеду дальше, что я буду делать. Я стараюсь смотреть какие-то основные достопримечательности, то, что мне интересно, общаться с людьми. И я в последнее время стала много посещать разные такие заведения. Мне интересно, как организовано в разных странах образование, медицинское обслуживание. Я посещаю разные учреждения. В госпитале? Да, в США я брала интервью врача-онколога, была в лаборатории по исследованию рака в Гарварде, в Гарвардской медицинской школе, одной из самых сильных медицинских исследовательских центров мира. Общалась с исследователем ВИЧ, была в нескольких госпиталях с русскими медсёстрами общалась, которые объясняли, в чём разница. Также я посетила несколько университетов, такие известные, как MIT, Гарвард, Беркли. В Беркли я сходила в центр для обучения инвалидов. Они мне рассказали, как это у них всё устроено. И меня поразило, что человек с инвалидностью, неважно, это какой-то опорно-двигательный аппарат, либо это проблемы психики, проблемы развития, слепые, глухие, они могут выбирать любую специальность. И обучаться. Да, обеспечивает это. То есть я стараюсь какие-то аспекты ежедневной жизни ещё узнать, находясь там. А для чего вам это? Вы бы хотели там учиться, или это просто праздный интерес, или кому-то потом рассказать об этом? Зачем? Просто интересно, и да, рассказать. Интересно именно, что оно по-разному, по-другому, что-то где-то лучше, что-то где-то хуже. Хорошо. А в какую страну вы бы не рискнули поехать? Ну, есть страны, где, в принципе, просто опасно. У меня есть один друг, с которым я познакомилась от путешествия, он ко мне просто приехал, как незнакомый человек, пожить в Тюмень. Он посещает опасные страны, такие как Сомали, Южная Америка. И по его рассказам, ну и, в принципе, читая прессу, мы понимаем, что там опасно, там очень легко можно пропасть. И я вот в такие страны не рискну. Южная Африка, да и, в принципе, Африка, кроме Египет, Тунии, Сморок, страны, в которых сейчас нестабильное положение. И я побаиваюсь одна ехать в Южную Америку. Там все-таки достаточно большой уровень преступности. Вот, я не вру себе, я понимаю, что любой человек меня очень легко победит. Плюс я не очень хочу ехать в страны, где сильный режим шариата, где там женщина должна быть в черное закутанное. У меня просто некомфортно, нет желания. А как вообще отношения к русским, в принципе? Везде хорошо. Я сталкивалась, находясь в туристических странах, таких как Египет, Тунис, с тем, что русских не очень любят, потому что не совсем понимают. Вот, у нас норма вежливости отличается от многих стран. Если я скажу по-русски, сидя там с подругой за столом, подай мне сахар, это нормально звучит на русском. На английском обязательно нужно добавить please. То же самое на французском, на итальянском. И поэтому нас считают грубыми. И у нас не принято здороваться с персоналом в гостиницах, в кафе, в магазинах, в автобусе. Это тоже многие относят как грубость. Если ты будешь вежливо обращаться с людьми, зная эти особенности нашей культуры, то будет к тебе гораздо хорошее отношение. Я что делаю, чтобы это смягчить? Если я еду в какую-то страну, я учу на местном языке. Приветствую. Здравствуйте, спасибо. Во многих странах это отлично заменяет чаевые. Например, в Тунисе можно было не давать чаевые, просто пару слов по-арабски скажешь. Они так, ох, ты говоришь по-арабски, какая прелесть. И я никогда не сталкивалась именно с плохим отношением к русским. Мы вот недавно ездили в Европу с друзьями. Мы были в таких странах, у которых непростая история с Россией. Прибалтике? Ну, Польша, Чехия. И нас перед этим предупреждали многие, что там не любят русских. Мы уже стали у тех местных, у которых останавливаемся, спрашивать, когда же вы нас будете не любить. Потому что в итоге мы попадали к очень гостеприимным людям, которые нам предоставляли жилье, общались с нами, кормили, водили, показывали. Все это бесплатно. Если ты сам открыт людям и положительно как-то относишься ко всем вокруг, то не будет такой проблемы, что где-то не любят русских. Ну вот, кстати, я сталкивалась с таким легким моментом негостеприимства в Эстонии, в Таллине. Там практически все повсеместно знают русский язык. Но, тем не менее, когда обращаешься к человеку по-русски, он принципиально не хочет тебе отвечать. Вот такой момент был. А так, в принципе, вот как многие говорят, что нас прям не любят. Конечно, я такого тоже не замечала. И, в принципе, правильно, вы говорите, что все зависит от настроя. Но, чтобы попасть в страну, самый главный момент – виза. В какую страну было тяжелее всего получить визу? И вот вообще, в принципе, процедуры прохождения, насколько они тяжелые? Из визовых стран, где виза получается, предварительно я была только в Европе и в США. В Европе это довольно-таки просто и понакатанно. И тем более, когда ты уже где-то был в США. Это одна из самых сложных стран по получению визы. Их еще особенность в том, что они не объясняют, почему они отказали. У них много есть таких своих заморочек. Чтобы не было проблем при получении визы, я обратилась на один очень известный, популярный форум для путешественников – форум Винского. Там просто кладезь информации. Там можно все это читать, задавать вопросы, люди отвечают, советуют. И таким образом я подготовилась к собеседованию в посольстве США на получение визы. У меня на тот момент был большой плюс. В общем-то, перелопатив очень много информации, потратив два дня на то, чтобы прочитать весь форум, я поняла основное, что нужно, чтобы получить визу в США. Они хотят, чтобы к ним приезжали путешественники с деньгами. И единственным доказательством этого они считают твои штампы в паспорте. То есть если ты путешественник, ты будешь ездить в разные страны, в том числе в далекие и дорогие. Они не доверяют в России и во многих странах никаким документам, ни выпискам со счета, ни справкам с работы, ничего. И, как правило, они эти документы не просят. Я потратила время, прочитала форум, к этому подготовилась. Но у меня на тот момент были, они учитывают последние пять лет, путешествия, посещения в разные страны. То есть я выглядела как человек, который постоянно куда-то ездит и постоянно возвращается в свою страну, что важно. То есть, в принципе, если планировать путешествие в США, то лучше это делать, если у тебя в паспорте как минимум штампов 10, наверное? Ну да, при этом важно как-то регулярно, периодически ездить. Не так, что так, ой, хочу в США, ну-ка я быстренько себе сделаю визовую историю, съезжу по горящей путевке в Турцию, один раз в Европу, один раз там по горящей в Таиланд, тут же подам на США, могут отказать. И еще там такой важный момент, они очень боятся, если люди показывают, что им очень надо в США и очень хочется. Даже такие слова, как «я мечтаю там побывать, им нравится». Они у них подозрения вызывают. Да, да, они предпочитают давать визу таким людям, которые говорят, ну вот был уже там в Африке, был в Европе, вот хочу сейчас в США, а если не дадим, ой, ну поеду в Бразилию. И тоже повод для отказа, да? Нет, нет, это наоборот хорошо, что, ну хотелось бы, неплохо бы. Так между делами. Да, да. Тех, кто показывает, что им очень надо, они подозревают, что этот человек будет мигрировать каким-то не очень хорошим способом. Нет, там как бы, они легальные способы, например, приехать по туристической визе, поменять ее на студенческую, но они таких не любят. Вот, поэтому, если так, ну вот хотелось бы, неплохо бы. Таким они любят давать визу. Как вы обычно выбираете страну, в которую поедете, как планируете путешествия, как заказываете билеты, то есть, ну вот как у вас вся эта процедура происходит? Страну выбираю довольно случайно, иногда так, ой, хотелось бы туда. Ну, бывает, иногда смотришь, куда билеты недорогие, таким образом выбираешь. Насчет планирования, я попробовала это один-второй раз и поняла, что мне это больше всего нравится, это не планировать сильно ничего внутри страны. В зависимости от ситуации, где-то оказалось интереснее побыть дольше, на ходу менять какие-то города, которые ты хочешь посетить, места. Мне такой формат больше всего нравится. Но такой формат подходит больше, когда ты один путешествуешь. Когда мы едем с друзьями, то уже планируем города. Более конкретно. Ну, зачастую я приезжаю в город, и я совершенно не знаю, что я тут буду делать, куда я пойду. Я умудрилась приехать в Бостон, чтобы посмотреть университет MIT, и не знала, что там есть Гарвард. Это было очень стыдно. Но в итоге я отлично посмотрела Гарвард, пообщалась с людьми, которые там работают исследователями. Но таким образом, именно не готовая конкретный план, ты больше готов к тому, что ты встретишь что-то на пути интересное, и здесь задерживаешься. Что касаемо бюджета, сколько примерно уходит на одну среднюю поездку? Недолгую, так скажем. Ну, я стараюсь вписываться в бюджет 20 долларов в день, потому что такой у меня доход. И бывает, что если езжу реже, то я могу потратить больше. Вот в Европе у нас, получается, за две недели я потратила 40 тысяч, потому что мы там были с друзьями, и питались в ресторанах, не сильно искали, где подешевле. А в целом я вписываюсь в бюджет 40 тысяч в месяц. Планировать в первую очередь нужно посмотреть основные расходы, билеты, страховка, проживание, транспорт внутри страны. Потом прикинуть питание, потому что в некоторых странах это очень серьёзно. Ну и какие-то ещё дополнительные расходы. Вы наверняка смотрите тревел-программы, которые сейчас очень популярны на телевидении. А может быть, и не смотрите, просто слышали. Вот вообще, в принципе, реально то, что они всё рассказывают, два дня, там, 100 долларов, или это всё телевидение? Ну, я очень мало смотрю. Я много лет живу без телевизора. Я предпочитаю своими глазами всё это смотреть. Для меня как бы просмотр таких передач или чтение блогеров-путешественников – это как прочитать критика ресторанного. Я лучше сама попробую. Ну да, реально, как бы я с очень маленьким бюджетом умудрялась путешествовать. Но я не вижу большого смысла всё это пересматривать и так серьёзно пытаться следовать по чьим-то стопам не получится. Расскажите, какая страна у вас следующая, куда вы отправитесь? В Грузии. Почему? С друзьями едем. Я не хотела, они меня уговорили. У меня так как после предыдущего путешествия как раз не очень с финансами, но вот уговорили, мы едем вчетвером с сестрой, с друзьями. Ну, вы как обычно ничего не планируете, да? Всё будет ясно? Нет, так как мы компания, я буду подыскивать жильё. Они все работают, поэтому я занимаюсь организацией для нас четверых как бы всего этого мероприятия. Я выбираю, в какие города мы поедем, подыскиваю жильё, себе стараюсь найти что-то бесплатное, друзьям что-то недорогое, планирую, что мы посетим, что покушаем, с кем пообщаемся. Ирина, напомните, пожалуйста, когда будет ваш мастер-класс и что услышат те, кто на него придёт? 24 числа, в воскресенье, в 16.00 в интеллект-центре я провожу мастер-класс, где я подробно расскажу, каким образом можно в путешествиях экономить. Расскажу и для тех, кто как бы хочет просто купить билеты подешевле, для молодёжи, студентов, которые хотят, не имея почти никаких денег, уехать на несколько месяцев за границу, как это сделать. Всё подробно опишу, расскажу на основе опыта своего, своих друзей-путешественников, отвечу на любые вопросы. Я думаю, это будет интересно многим. Что ж, спасибо вам за то, что нашли время в своём плотном графике и побывали у нас в студии. А я напомню, наша студия открыта для всех. Если у вас есть интересные темы для разговора, мы готовы их обсудить.